Мы сейчас просмотрим ситуацию с мужчиной, что у него на сердце и что ему по судьбе. Я вам предлагаю выбрать один или два, потому что вы знаете, что настоящий выбор делается из двух. Так что на этом канале почти всегда два расклада. Итак, на этой колоде мы активируем мужчину, о котором мы будем спрашивать, если вы выбрали число 1, и на этой другой колоде мы активируем другого мужчину, чтобы просмотреть, что у него на сердце и что ему по судьбе. Я возьму другого мужчину. В этой колоде две пары. Я возьму того, который помоложе. Но это не значит, что мужчина помоложе, он может быть и постарше. Просто мне захотелось взять вот этого мужчину. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Итак, что у него на сердце и что ему по судьбе. Если вам эта тема интересна, пожалуйста, оставайтесь. Я убираю коробочки и оставляю перед вашим взором только первый расклад, который будет сделан относительно первого мужчины. Давайте смотреть вместе. Если вы не имеете партнера, можно представить себе мужчину будущего партнера и спросить, что у него на сердце или что ему по судьбе. И таким образом это гадание будет для вас актуально. Но поскольку оно общее, конечно же, будет резонация происходить от 1 до 100%. И, конечно, никто здесь не гарантирует, что это будет четко именно ваше. Но в любом случае свою подсказку вы получите. И в любом случае это может быть для вас полезно. Итак, ну вот, этот мужчина тот, о котором вы спрашиваете. И первую карту мы просто сейчас не будем видеть. Мы ее откроем позже. Я уже ее открыла случайно, но я, в общем-то, не заметила, что там было. И так, а теперь выкладываем мы крест накрест. Хорошо. Вот таким образом. Этот расклад называется цыганский. Но на самом деле он опирается на классический кельтский крест. Если бы вы хотели узнать, как я это делаю, у меня можно это все найти в уроках. Или закажите консультацию, если вам это необходимо. С удовольствием помогу. Итак, смотрите, дорогие. Вот этот мужчина первый, который у нас был, да? Что же у него на сердце? Тучи. Сейчас у него тучи на сердце, в данный момент. Он о чем-то очень беспокоится. О чем-то он переживает. А вообще-то он человек очень эмоциональный, поэтому он переживает. И свои эмоции он проживает внутренние. Ему очень сложно выразить обычные эмоции. Но на внутреннем уровне идет очень глубокая у него всегда работа. И он вообще-то умнеет не по дням, а по часам, этот мужчина. Это позиция, что уходит. И уходит, в общем-то, его сомнения о себе. И приходит новый уровень. Уходит, может быть, какое-то предательство у какого-то из мужчин было. Это плохие отношения с какой-то женщиной. Уходит это все. Это все будет меняться. Это все будет улучшаться. Уходят какие-то ядовитые ситуации, где его подвели, может быть, предали. Это все в прошлом. И он, может быть, об этом не знает, но теперь знаете об этом вы. Что приходит в его жизнь. Вот-вот придет к нему эта карта «Корабль перемены». И перемены, конечно же, будут позитивные по сравнению с тем, что было, что уходит. Очень дружеские, романтические перемены. Может быть, будет встреча с кем-то издалека. Может быть, с вами. Это карта будущая. И здесь документ. Какой-то документ, письмо или документ. Другими словами, в будущем может вполне быть так, что этот мужчина станет... Изменит статус. Он станет женатым мужчиной. Вот такая замечательная позиция. Теперь будем продолжать дальше смотреть. Вы, кто спрашиваете, вот в таком вы состоянии сейчас находитесь. В общем-то, вам хотелось бы узнать больше об этом мужчине. Карта книги – это карта секрета, тайны или знаний. Вам бы очень хотелось прочесть его ум, его мысли. Хотелось бы узнать его будущее. И хотелось бы вам, может быть, узнать немножко, как он к вам относится более глубоко. А это он. Это позиции его. И он вас любит. Он к вам очень дружелюбен. Он вам лучший друг. Он никогда не предаст. Он всегда будет на вашей стороне, на защите. Он вас выручит из любой ситуации. Он подаст вам руку помощи. Ему можно доверять. Он к вам относится прекрасно. Теперь, есть ли какие-то препятствия у ваших отношений? Я вижу карту всадник. Абсолютно никаких препятствий нет. Это хорошая карта новых свиданий. И ничто не может вас остановить в стремлении к друг другу. Еще одна карта птицы показывает итог всего расклада. Это очень хорошая карта в этом случае. Потому что она говорит о том, что вы будете видеть гнездо вместе. Что вы будете договариваться с друг другом. Найдете общий язык. Птица находит общий язык. И даже игральная карта, вот здесь вы видите, да? Семерка бубновая говорит, что у вас будет общение. Вы будете обмениваться информацией. Информация друг к друге. Будете узнавать друг друга ближе. Бубен – это ценности. И для друг друга вы будете ценными являться. А тоже, если мы просмотрим нумерологию, 1 плюс 2 – это 3. А 3 – это карта творчества. Это мужчина, женщина. 2 – это мужчина и женщина. А 1 – это их творчество совместное. Либо же их дети. У вас могут быть даже с ним дети. Итак, его будущее и о чем он думает. Он думает, скорее всего, о вас, и его статус изменится. Он, скорее всего, предложит вам кольцо. И его состояние на момент немножко грустное. Может быть, у него происходит что-то на личностном уровне, что его огорчает. И по судьбе ему быть в браке, по судьбе ему иметь детей, по судьбе ему быть в прекрасных отношениях с любимой женщиной, по судьбе ему перемены в лучшую сторону, и по судьбе ему избавиться от прошлых каких-то страданий, от прошлого предательства и устремиться в будущее. Ну, нужно знать, что этот мужчина, который здесь перед вами, он глубоко эмоционален, и все эмоции переживает внутренне. Это единственный минус в нём. Вообще-то карты всё очень хорошие, положительные. Но есть такая черта у него, когда он хмурится, когда он очень глубоко всё переживает, и когда он мало делится с людьми своей печалью. Вот это у него есть. Он думает, что он должен быть вот таким мужчиной, который не имеет права плакать и не имеет права где-то ныть. Для него самого это нехорошо, потому что это формирует его такой характер хмурый, потому что когда чувства не выражаются, они в любом случае оседают у человека где-то на периферии его подсознания и делают человека хмурым, меняют его характер, его outlook на жизнь, его взгляд на жизнь меняют. Поэтому вот в нём есть такая отрицательная черта. Но у него очень светлое будущее, прекрасная карта. И я надеюсь, что это будущее касается вас и его, потому что мужчина именно в момент переживает переходный такой период, когда он влюблён и когда он планирует серьёзно изменить свой статус на статус женатого человека с семьёй и детьми. И вот свидетельство о браке даже нам дитя вышло. Я очень радуюсь, что получился такой прекрасный расклад. Ну что ж, мы будем собирать карты и будем смотреть следующую ситуацию. Ну а следующая ситуация будет для вас, если вы выбрали второй расклад, то есть число 2. Я советую колоду не выбирать, а выбирать просто число 1 или 2. И в этом случае мы будем рассматривать вот этого мужчину. Мы спросим у карт Ленарман, что у него на сердце и что ему по судьбе. Что у него на сердце и что ему по судьбе. Коса, звёзды, вышли две карты, я их две и возьму. Крест и книга, змея, женщина. Причём из той же пары. Здесь две пары, как я уже сказала, в этой колоде. Дерево. Рыбы. И ещё одна карта. Это клевер. Ну что ж, вот такой расклад вышел. Давайте будем его анализировать. Этому замечательному мужчине по судьбе иметь препятствие. Перейти сложный момент его жизни, окрепнуть, может быть, я скажу окрепнуть, или наоборот, когда я буду видеть все карты, проанализирую их все вместе. Но во всяком случае у него будут какие-то препятствия в жизни, которые ему придётся пройти, у него нет выхода, он столкнулся с какими-то проблемами. Всё это потому, что у него было что-то в прошлом очень жестокое, что-то крайне жестокое, крайне катастрофическое с ним произошло. Это было уже давно, но то, что произошло, изменило его. Десять — это новый уровень страданий, потому что коса. Что-то действительно его изменило сильно. Изменило его характер и его отношение вообще к людям, особенно к женщинам. Что-то такое случилось в его прошлом. Далее, что уходит? Карта звёзды. Итак, это номер семь. Карта очень духовная. Звезда мага. И шестёрка червовая говорит о том, что ушли иллюзии всякие. Ушли надежды на лёгкую любовь, на быструю любовь, на любовь какую-то, может быть, тайную. Может быть, он был в браке и ещё хотел иметь любовницу. И эти иллюзии ушли. Он понял, что лёгкого пути нет. И когда он погряз в том, что у него есть и секретные отношения, и такие, знаете, отношения другие, он запутался, замучился. Это ситуация катастрофически сложная. С одной стороны, она даёт такое возбуждение сексуальное, а с другой стороны, истощает нервы. И вот он понял, что вот эта иллюзия лёгкой любви не существует её. И та любовь, которая, казалось бы, должна была быть лёгкой, ему приносит ещё больше страданий, чем он думал вообще могут быть у него. То есть вот эти карты так компонуются вместе. Дальше эти две карты покажут, что может прийти в его жизнь, то есть его будущее. Ну что ж, карта Креста вместе с картой Книга. И у него в будущем будут какие-то очень серьёзные перемены. Очень серьёзные знаменосные и кармические перемены. Он, конечно, должен оплатить долг Вселенной, если он что-то сделал не так, нехорошо поступил с какой-то женщиной. Здесь наверняка видно, что он не знал, что так будет. В основном это как бы понарошку, что ли. Он, не хотя, может быть, обидел какую-то женщину, и ему придётся за это платить. Потому что Книга и Крест — это две магические карты. Они говорят, что это записано, в принципе, в хронике Акаши, записан этот его проступок перед Вселенной. И он за это будет, конечно, платить в ближайшем будущем. А что у него будет в дальнем будущем? Мы видим здесь змею, карту, конечно, сложную. И что касается его будущего, ну что ж, он вынесет урок. Семь — это, опять же, тогда, когда человек может найти себя вновь, когда он возвысится духовно. Потому что семёрка — это такое магическое число. О нём я говорю на моих уроках по нумерологии. Не хотела бы сейчас углубляться именно в семь. Но он будет воспринимать женщину, вот здесь, да, Матреф, вы знаете, с большим уважением, с большим уважением и с большим пониманием, что женщина ему ровня. Она не меньше его ни по уму, ни по другим, никаким признакам. И вот карта змея как раз об этом. О том, что он начнёт уважать женщину, и для него это будут не игрушки, вот любовные отношения. То есть это трансформация карты, очень хорошая карта. А теперь вы, кто спрашивает об этом мужчине, в какой вы себя видите, и вышла карта женщина, то есть вышла карта ваша. Поэтому я добавлю сюда ещё одну. Ну что ж, смотрите. Здесь мы видим развилку. И вы, как женщина, сомневаетесь в этом мужчине, поэтому вы и смотрите этот прогноз, правда? Развилка говорит о том, что вы не уверены, что он то, что обещает, сделает. Вы не уверены в его честности. И, в общем-то, не зря вы не уверены. Действительно, он пройдёт этот сложный урок, и он сейчас в том периоде, когда ему придётся платить за его ошибки. Его карта, то есть показывает его, вот подноготную всю, да, и здесь пятёрка. Это карта дерева, и она вместе с семёркой червовой. А карта очень хорошая, кстати. Она вот говорит, что по незнанию-то всё произошло. Вот эти его злые поступки, да, может быть, не совсем хорошие, они были не запланированы им. По незнанию, вот это неуважение к женщине у него было унаследовано, ну, что ли, культура его, да, можно сказать. Продолжение следует...